Перед началом этого видео я бы хотел поблагодарить всех, кто посмотрел предыдущее видео. И мне очень приятно, что в последнее время на моём канале стало больше активной аудитории. Detroit Become Human, игра, которая вышла в 2018 году. И кажется, что это было не так уж и давно. Но прошло уже почти 6 лет с момента выхода игры. И сберёмся, стоит ли играть Detroit Become Human. Мы сегодня оценим графику, геймплей и, конечно же, сюжет. Давайте начнём с того, на что вы будете пялиться всю игру. Графика. Она здесь выглядит классно. Но если вы человек, который хочет максимальную детальность, то вам, скорее всего, эта графика не понравится. Но простые любители игр, как и я, скажут, что в графике нет ничего плохого. Даже сейчас в наше время картинка выглядит симпатично, и вы не словите жёсткий кринж. Про геймплей я расскажу всего лишь пару слов, потому что он практически одинаковый за каждого персонажа. Единственное отличие это то, что за Конора есть детективный геймплей, и вы можете видеть, как происходит расследование, почему эти убийства происходят, и многие другие действия, которые происходят по сюжету и по геймплею. За Маркуса и Карла вы должны охранять легенду живописи или маленький груз. Карла является рабоматерью для Алисы, и на протяжении всей игры вы должны найти то место, где можно жить, как спокойная семья. Но на пути будут ставать переграды, которые вы можете обойти, или же вы можете просрать всё прохождение. И вы больше никогда не сможете поиграть за Карлу, и вы пропустите большую часть сюжета. Маркуса у нас предводитель армии андроидов, и это мега важная сюжетная линия, потому что она влияет на отношения Конора и Хэнка, и конечно же на финальный момент с Кэрой, где их должны были выпустить в Канаду. Но когда тот мужик понял, что андроиды нормальные типы, то он решил их пропустить. А что было бы, если ваши выборы были агрессивными? Думаю, исход был бы не таким красочным. За Конора история самая интересная, из-за отношений между Хэнком и Конором. Да и в принципе, геймплей за Конора очень интересный и динамичный. Не зря многим людям так сильно понравился Кон. Что хочу сказать по итогу, Детроид Бекам Хьюн все так же прекрасная и классная игра. Да, конечно я не все рассказал об этой игре, но я решил сделать небольшой экскурс на эту, по-настоящему, хорошую игру, которая заслуживает вашего внимания. Своей вариативностью, неплохим сюжетом, и конечно же, хорошо прописанными персонажами. У меня на этом все. Я с вами еще не прощаюсь.